Мы открываем проект МАДАЛ, который будет состоять из 10 выставок разных художников и разных стран. И делать размышления, свое следование на эту тему, раскрывая ее в своих выставках. Первую выставку мы открываем работами Виктора Фрейденберга, который называл свою выставку «Довольно интригующая последняя красота». Дело в том, что мы много можем вокруг воды набросать символов, значимых, бесконечно. Но они настолько большие и значимые, что для нас, обычных простых людей, это что-то такое запредельное. Поэтому мы можем позволить себе с водой обращаться очень нережно. Ну и как бы не делать так, как нам рекомендуют. Не быть плаванными, не быть как бы все обрежущими, не быть как бы все прощающими, как бы жизнедорными. Не надо что-нибудь портить, хаотично. Хотя здесь как бы с водой мы до этого времени не спорили, не могли поспорить. А сегодня спорим. Не только с водой, а еще как бы, как оказалось за последнее время. И вообще со всей Землей. Потому что нам опять машут прощениями. Все как сегодня. Поэтому этот черный – это не цвет. Все художники понимают. Это как бы некое зеркало. Такое абсолютно похоже на секс. Это переход. Что сознание делает в этом переходе, то, в общем-то, и человеку дать из себя и представлять. Я предлагаю просто не смотреть на картины, а продолжиться возле них. Потому что если с ними плыть, только тогда раскрывается вся вот эта вот история вот этой полимерного великолепия, которое действительно, как я написал там в тексте, ну очень похоже на настоящее. Очень. Но это не является. Хотя то, что делает современный художник как искусственное, как некое новое, настоящее, и оно любви должно быть прекрасным, либо ужасным, если это бросить из него. Вот с этими. Когда пройдет время, пройдут те самые сотни, тысячи лет, и весь полиэтилен после нас, в конце концов, природопереработка, просто измельчит его настолько мелко, что просто он перестанет иметь значение. Но отпечатки пластов, как вот доисторических мамонтов, ну то, что в будущем можно будет снимать эти слои и увидеть, чем заболело общество. И окажется, что это был пластик. Но с другой стороны, вот наши все девайсы. Камеры, дроны, фотоаппараты, матрицы, линзы. То есть, вы понимаете, пластик – это абсолютно великолепнейшее, из чудеснейших изобретений человечества. Это нечто особенное. Оно нам дает возможности быть сверхлюденными. Но также и мы, как дети, сейчас этим пользуемся. Хоть можем этим ножом порезаться или кого-то ранить. Пока ранить его. А значит, и свое сознание. Потому что мы упакованы. Вот упакованы в масс-медиа, в этот пакет, слофан, подарок, подарок. Куплю больше. Упаковка. Вынимаешь упаковку из упаковки вторую, маленькую, третью. А потом такая штучка, которую вынимаешь, и она копеечная. Посмотрите, кубометрами перевезенного воздуха. Там же труд людей. А кстати говоря, на картонную коробку уходит обычно для веселья. Но переработанная, свежая. На бумагу одноразовую нашу. Походит чисто для веселья. Никто из переработанного чего не делал. Ее выбрасывают, сжигают, как в Черногории. Идешь, деревья лежат, из них можно было дом построить. А его сжигают просто вот так вот. Чтобы погреться в колодном уютном жиле. Вместо того, чтобы пересмыслить ситуацию. То есть мир идет, как бы, не очень верным путем. И я, к сожалению, болезненную жизнь. Очень верным. Мы же, как бы, все смертные, осоздаем, как бы, бессмертные произведения. Сами смертные, осоздаем одноразовое, которое и вечное. То есть мы создаем одноразовый пластик. Пропиваем стакан, бросаем его. Не важно, когда он прилетел. А, ветер улетел. Ну ладно, кто? Не важно. Вечное, одноразовое. Что может быть? Что может быть? Быть последнее, последнее в закатах. Ну что? Кто знает, что будет завтра? О! Это все решили? Это все решили. Это все решили. Это, как бы, такой, получается, дискуссионный пункт, который можно устраивать. Просто как будто все про это все знают. Каждый, как бы, неизменно проходит мимо. Все это все прекрасно, как бы, наблюдают. Ну, говорят, ну а как? Ну а что мы можем? Ну что? Ну так, ну так, ну так. Вот оно само, ну даже ветром нанесло. Это не я. Не я. Не я как бы. Пошел в супермаркет, как бы, купил полиэтилен, пришел домой и выбросил его в полиэтилен. Прошло, и на следующий день унес полиэтилен в другой, в другом полиэтилене. Подальше от своего дома. Ну что? То есть, это вот такое... Я даже, никто не устаревает, продукт полиэтилена выходит гораздо быстрее. Устаревает, нежели все, что содержимое. Ну вот настолько нумерогенов же исходит. Это, как бы, рефлексия. В зеркале нет ничего. Все, что мы видим в зеркале, только себя. Блейки, блики и себя. Это, как раз... Спасибо.